Женщина спасла дикую рысь из ловушки, а годы спустя хищница отблагодарила человека самым невероятным образом. В тот утренний час, когда первые лучи солнца едва пробивались сквозь плотный слой облаков, нависших над заснеженными полями, фермерша Скай Гуд, одетая в свой изношенный но теплый пуховик, отправилась на обход территории своей фермы. Ее шаги оставляли глубокие следы в свежем снегу, который покрыл землю толстым слоем всего за одну ночь. Воздух был пронзительно холодным, и каждый вдох наполнял легкие Скай освежающей прохладой. Фермерша особенно гордилась своими методами защиты земли от хищников. Вместо жестоких ловушек, которые могли нанести непоправимый вред диким животным и привести к их гибели, она использовала инновационные устройства, разработанные так, чтобы защитить ее угодья, при этом не причиняя зверям практически никакого вреда. Эти ловушки были похожи на хитроумные устройства, созданные для того, чтобы лишь напугать животных и заставить их вернуться в лес, а не причинить им боль или травмы. Приближаясь к курятнику, Скай заметила, что одна из ловушек сработала. В нескольких метрах от строения находилась крупная взрослая рысь, которая выглядела замерзшей и напуганной. Ее крепкое и грациозное тело, покрытое пушистым мехом оранжево-коричневого цвета с темными полосами, выделялось на фоне ярко-белого снега. Глаза животного сверкали яростью и страхом. Рысь фыркала и рычала, тщетно пытаясь освободиться, а ее мощные лапы рвали воздух в безуспешных попытках вырваться на свободу. Скай, сохраняя спокойствие, медленно подошла к ловушке, держа в руках большой щит с прорезью внизу, достаточно большой для того, чтобы безопасно манипулировать ловушкой. Щит был изготовлен из прочного, но легкого материала, украшенного узорами, напоминающими дикие заросли. Когда Скай накрыла ловушку щитом, создавая защитный барьер между собой и рысью, животное на мгновение замерло, словно понимая, что перед ним стоит не враг, а человек, который наконец сможет ему помочь. Скай аккуратно освободила лапу рыси, и в тот момент, когда животное осознало свою долгожданную свободу, оно на мгновение остановилось, обернулось и пронзительно взглянуло на Скай. В их взглядах было что-то большее, чем просто взаимопонимание между человеком и животным. Это было молчаливое признание благодарности и уважения. Месяцы спустя, когда на близлежащих фермах воцарилась напряженная обстановка из-за участившихся нападений рысей на скот соседних фермеров, и многие из них перешли на более жестокие методы защиты своих владений, Скай, несмотря ни на что, продолжала придерживаться своих гуманных принципов. Однако ее убеждения подверглись серьезному испытанию, когда однажды утром она обнаружила рядом с курятником раненую рысь. Это оказался тот самый хищник, которого она спасла много лет назад. Характерная светлая отметина на груди явно указывала на это. Осознав это, Скай ощутила волну эмоций, от удивления до глубокого сочувствия. Желая помочь бедняжке, фермерша позвонила знакомому ветеринару, который согласился приехать на ферму и оказать животному первую помощь. После этого Скай оборудовала для рыси укромное место на окраине своих угодий, где хищница могла восстановиться и набраться сил в тишине и покое. Скай ежедневно ухаживала за рысью, принося ей еду и воду, и общаясь с ней словно с любимым домашним питомцем. С каждым днем рысь становилась все сильнее, и вскоре пришло время выпустить ее обратно в лес. Скай открыла вольер, и рысь медленно и осторожно вышла на свободу. Но перед тем, как исчезнуть в глубине леса, рысь обернулась и в последний раз взглянула на Скай, а в ее взгляде явно читались благодарность и уважение. В этот момент фермерша почувствовала, что между ней и лесным хищником возникла крепкая незримая связь. Скай смотрела, как рысь удаляется, чувствуя смесь гордости за свой поступок и легкой грусти. Женщина была уверена, что их пути никогда больше не пересекутся, но была счастлива помочь страдающему существу. Прошло несколько лет. Конфликт Скай с соседями достиг апогея, когда однажды ночью кто-то из них поджег одну из ее гуманных ловушек, что привело к возгоранию дома фермерши. Вся семья Скай крепко спала, и все могло закончиться ужасной трагедией. Если бы в критический момент та самая рысь не забежала в приоткрытую заднюю дверь дома фермерши и громко зарычала. Шум разбудил находящихся внутри людей, а Скай с мужем сразу вывели детей на улицу, и успели потушить пламя, которое к этому моменту повредило только одну стену дома. Прибывшие следом пожарные тщательно выполнили свою работу и убедились, что поблизости больше нет источников огня. А Скай успела поблагодарить лесную хищницу со слезами на глазах, прекрасно понимая, что она спасла всю ее семью. После чего животное посмотрело на женщину своими большими умными глазами и скрылось в густых зарослях. В тот день Скай еще раз убедилась, что она выбрала верный путь, взаимодействие и гармонии с природой, ведь дикие животные имеют такое же право на жизнь, как и люди. Женщина еще не раз встречала ту самую рысь в лесу рядом с фермой и оставляла специально для нее аппетитные куски свежего мяса в благодарность за спасение своей семьи. Субтитры создавал DimaTorzok